Всем привет, ребята! С вами Ижаня. Отличнейшее вам настроение. Сегодня у нас день контейнера. Откроем сегодня много разных сундуков. Посмотрим, стоит ли их вообще открывать. В общем, поехали. Не забудьте поставить видео лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересного. Поехали открывать сундуки. Смотрите, давайте начнем, наверное, с логово Йети нашего ивента. У нас тут есть такие сундуки, как контейнер Йети, называется. Из них есть шанс выпадения двух танков. Давайте пооткрываем, посмотрим. Мне еще интересны камуфляжи. И вы заодно посмотрите, стоит ли вообще их открывать. Тратить вот эту ивентную валюту. Бреттон Пантер я вчера забрал. Оставлю ссылку в описании на обзор танка. Потому что, честно говоря, я бы лучше, наверное, контейнеров пооткрывал. Танк вообще не особо стоящий. Ну, давайте откроем. В общем, поехали. Мне уже интересно, какие у нас награды. Давайте первый открываем. И осколки. И все. Вот это все, что падает. Я потратил 380-вентной валюты и одну кирку для того, чтобы не выпали просто осколки. Обалдеть. Давайте еще откроем. Я, честно говоря, думал, что награды будут получше. Просто осколки падают. Обалдеть. Давайте еще откроем. Даже бустеры золота не падают, которые, в принципе, могли бы падать. Жесть. Это я просто отыграл ту его кучу боев. И реально, вот мне ничего абсолютно не падает. Серьезно. А вот теперь это все компенсировалось и мне выпал танк. Отлично. Этого танка у меня как раз нет. Вот М41Д у меня есть, а ЛТшки нет. О-о-о. Можете меня поздравить. Я вытянул таки сегодня танк. Все-таки не такой уж и плохой день. Отлично. Ну, все. Теперь я уже доволен. И теперь я уже не могу сказать, что сундухи плохие. Там шанс выпадения ЛТшки на самом деле не очень большой. Давайте посмотрим. Всего 1%. Обалдеть. Если у вас, кстати, есть танк, то компенсация кредитами, а не голдой. Вот. О, неплохо, неплохо. Ну, ладно. Давайте еще откроем. Я бы хотел, чтобы камуфляж хотя бы выпал. Ну, видите, как не падает даже камуфляж. Еще 4 контейнера можем открыть. Всего откроем 10 штук. Ну, осколки. Видите, как ничего. Даже бустер из золота не падает. Это просто жесть какая-то. Я думал, честно говоря, что награды будут получше. Но так как я вытянул танк, мне грех жаловаться просто. Ну, давайте еще 2 откроем. Может, все-таки камуфляж упадет. Ну, там шансы не очень большие, что они выпадают. Но просто заработать кучу осколков. Это мне выпал танк. А вот если вы будете открывать его, просто откройте 10 контейнеров и выпадет осколк. Ну, это как-то вообще не очень. О, ну, хоть бустеры из золота упали. Ну, на том спасибо. Вот так вот 10 контейнеров я открыл. Блин, я вытянул танк. Я в шоке. Честно говоря, я не ожидал. Вот. Но жалко, что не вытянул камуфляжи. Камуфляжи тоже прикольные. Я люблю всякую кастомизацию. Так. Ну, это еще не все. Ребят, сегодня открываем вообще разные контейнеры. Давайте за боевые задачи, которые сейчас у нас на СТРВ. Танк можно вытянуть, да. Где у нас наши контейнеры. Вот эти ключи мы получали. Кстати, четвертая боевая задача там была у нас взорвать боевую кладку. Ее все-таки разработчиков, наверное, ну, как бы немножечко надавили на них. И они все-таки поменяли. И четвертая боевая задача теперь у нас получить первую степень просто. Поэтому, в принципе, не сложно. Так, ну, давайте откроем. Вот у нас четыре контейнера. Вот эти под названием переправа. Вот. И четыре ключа к ним есть. Давайте их откроем и посмотрим. Вы поделили нам СТРВ. СТРВ у меня, в принципе, есть. Но мне интересно, что еще может упасть. 150 тысяч кредитов. Ну, как-то не то, что бывал супер награда. Ну, давайте еще откроем, посмотрим. Мне все-таки интересно, что там за камуфляжи. Ого. Сертификат на два дня премиум аккаунта. То есть, два сертификата из тысячи освободки. Ну, не супер награды, если честно. Я думал, тоже будет немножечко получше. Все-таки боевые задачи там некоторые были не такие уж и простые. 150 тысяч кредитов. Ну, слабенько, слабенько. Я ожидал лучше. Но, кстати, многие говорят, что с первого прям контейнера падал СТРВ. Вообще без проблем. Вот. Оставлю ссылку в описании. Тоже делал по СТРВ небольшой видос. Так что, посмотрите. Так, ну и последний открываем. О, ну, хоть аватарка выпала уже хорошо. И два сертификата Х3. 200 тысяч кредитов. Вот это, наверное, самая лучшая награда, что мне выпало. Ну, видите, танк не упал на самом деле. Вот. Ну, я как бы и не переживаю, потому что танк у меня уже есть. Аватарка, в принципе, неплохая. Так, ну, давайте что еще у нас. Давайте из батл пасса откроем. У нас закончился наш... Я закрыл все боевые задачи. Вот у нас контейнер операции. Что у нас? Поехали посмотрим, что выпадет. Чисто сертификаты. Все как обычно. Честно, я уже открыл просто тонну этих ящиков. И мне, кроме вот этих вот сертификатов, ни разу не падали ни камуфляжи, ни фоны, ни танки, ничего. Просто всегда падают только вот эти сертификаты. Больше мне не падало ничего. Но, а вдруг сегодня повезет? Не знаю. Мало ли. Вот. Всякое может быть. Так. Ну, опять Юпанзер. Опять Химера. Ну, и давайте еще, так сказать, докупим одну вот эту штучку за золото. И откроем еще один. Чисто, так сказать, для контента. Так. Открываем еще один. И что же нам падает? Части сертификатов. Ребят, ну, честно, вот эти контейнеры с батл пасса, это просто, ну, не знаю, самые плохие контейнеры, которые есть. На самом деле, я ни разу не вытягивал из них хоть что-то стоящее. Хотя здесь у нас и всякие фоны, и всякие камуфляжи, и танки. Ничего этого никогда не падало. Только части сертификатов мне падали всегда. Хотя открыл, я же говорю, уже целую тонну. Так, хорошо. Давайте, что еще у нас? Недельный контейнер откроем. У меня тут где-то припасено. А вдруг какой-то танк выпадет? Конечно. Вряд ли, но мало ли. Всякое бывает. О, аватарка. О, голдишка выпала. Класс. Вот это я не ожидал. Так, ну, так как выпала голдишка, сейчас еще что-нибудь пооткрываем. Так, смотрите. Давайте еще откроем пару контейнеров на камуфляже. В принципе, я тоже пару прикупил. Интересно. Люблю всякие кастомизации. Вот эти вот камуфляжи, приколы. Давайте откроем. И посмотрим. Ух ты. А такого у меня нету, кстати, камуфляжа на десятках. Отлично. 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 Давайте посмотрим на этот камуфляж. Что он всего представляет. Вот такой зелененький. Прикольный камуфляж. Так, ну, надо на PBR модельки какой-нибудь. Ну, очень яркий, конечно. Прям в бою будете такой мишенькой. Так, хорошо. Хорошо. Давайте еще. Один контейнер с камуфляжем откроем. О, праздничный салют. Такого тоже у меня нету на десятках. Так, а что у нас есть? Какой-нибудь ненужный камуфляж, который можно поменять? Особо-то ничего такого и нету, да? Ну, ладно. Давайте... Я не знаю. Давайте прям я вабанг пойду и открою еще каких-нибудь контейнеров, чтобы вы знали, стоит ли открывать. Давайте откроем на концепт 1B, например. Сейчас просто иду вабанг и беру и трачу голду, которую собирал. Поехали. Сегодня мне прям повезло, ЛТ-шка выпала и, возможно, возможно, если очень повезет, шанс выпадения очень маленький и откроем 3 еще на концепт 1B. Кстати, вот эти талисманы, на самом деле, которые падают из этих контейнеров, разработчики немного уже сами запутались и, как видите, есть вот такие талисманы, есть еще вот такие талисманы на концепт 1B. Здесь 10 штук собрать надо, здесь 30 штук собрать надо. Какие из них собираются, не собираются, ничего не понятно. Разработчики, видите, как уже сами запутались. Два абсолютно одинаковых практически талисмана, но они разные, как видите. Ну что, готовы? Я не готов. Можно вернуть себе, кстати, какую-то часть голды, сейчас посмотрим. Ну, 4000 голды сейчас просто улетит очень быстро. Поехали. Ну, выпаде танк, пожалуйста. Нет, танк не выпал, 7 дней према. 15 эпических бустеров кредитов, немножечко свободки. Хорошо, забираем. Да, и видите, в зачет идут именно вот эти вот, которые 30 надо собрать. То есть вам надо 30 талисманов собрать, а сколько надо контейнеров открыть? Жесть какая. Фух, ну давайте еще. Ну, танк, пожалуйста. Нет, танк не выпал. Вообще один день према. Просто награды за такие суммы голды просто никакие. Фух, даже голда не падает. Ну, давайте последний, а вдруг танк выпадет. Ну, давай, танк, пожалуйста. Нет, танк не выпал. Ребят, ну, 4000 голды просто улетело в трубу, на самом деле. Так что я вам не советую открывать контейнеры 1б. Там шанс выпадения всего... Сейчас я вам скажу, сколько. По-моему, 4%. Да, 4%. То есть, что вы вытянете этот концепт 1б. Вот. Да и танк-то его немножко понерфили в этом патче. Так что не то, чтобы он там супер вау. В общем, вот такие вот, ребята, у нас открытие контейнеров. Вроде как все пооткрывал, показал, открыл целую кучу контейнеров. Но хотя бы ЛТ-шку вытянул уже хорошо. Давайте хоть на нее посмотрим, как она хоть выглядит. Эта бедолага. Не самый лучший танк, на самом деле. Но, в принципе, у него интересный такой внешний вид. Он очень такой заниженный, как приора. В общем, такой вот интересный танчик. Ребят, что еще хотел сказать. Есть у нас в Дискорде вот такой вот... Показали, что в разработке находятся 2 тяжелых танка. Сейчас, возможно, увидите их в боях. Супер-тестеры будут катать. Вот такой вот Йох. Новый. С барабаном на 4 снаряда. Вот. Такой интересный по виду. Ну, надеюсь, ему хоть брони в башни накинут. Потому что такие башни обычно легко пробиваются. Вот. И вот такой вот ИС-7 экранированный. С кучей экранов. Видите, против кумулятивов будет спасать. И частично от фугасов. Такие экраны интересные. Ну, вот такие танки, может быть, увидите в боях. Ребята, в общем, как-то так. С вами был Ежаня. Ну, хоть один танк я сегодня вытянул. Можете меня поздравить. Отличнейшего вам настроения. Обязательно поставьте видосику лайк. И подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.